Девчонки, привет! Сегодняшнее видео будет о том, как скрыть покраснение прыщи, высыпание. Если честно, я никогда у меня такого не было, я никогда не могла снять такое видео, потому что любое видео снимается, знаете, на личном опыте. Так как опыта не было, не могла мне совесть позволить снимать видео о том, как скрыть прыщи, если у меня их не было. Но сейчас у меня высыпало просто гормональное изменение из-за того, что я прекратила кормить ребенка грудью. И, в общем, у меня полное перестраивание организма. И вот здесь у меня, я даже боюсь вам показывать, сейчас уже начало проходить, но я вставлю фотографии, что это было, как это было. Это было страшно, девочки. И сейчас я понимаю, когда мне писали, вы говорили, Катя, как мне бороться с прыщами, с высыпанием? У меня комплекс неполноценностей, я стесняюсь. Я говорю, да, девочки, главное быть счастливыми, главное любить себя, это все не важно. Примажьте там консилеры, пойдите. Но сейчас я себе словила на мысли, что когда у меня были эти высыпания, я вообще и комплексовала встречаться с людьми. Я не хотела выходить из дома, я это все мазывала, маскировала. Но потом ходила вот так вот. И когда выходила на улицу, разговаривала с кем-то, ходила вот так. И я только сейчас, на самом деле, поняла, насколько это влияет на женскую какую-то уверенность, состояние, настроение, самооценку и так далее. Поэтому уже, девочки, я вас очень хорошо понимаю. Вот как у меня эти высыпания, я перепробовала все. И я поняла, что лучше всего помогает лично мне не тональная основа, а именно консилеры. Это у меня от Maybelline Mineral Power Concealer. Можете использовать тот, который вам нравится больше. И именно консилер не жирный такой, знаете, который будет придавать еще и текстуру, будет лежать слоем. А консилеры из вот таких вот водянистых, которые просто впитываются и не оставляют никакую текстуру. Потому что когда я на них наносила тональную основу, оно вроде бы прикрывало цвет, но оно еще больше выделяло эти вот все бугры. И для того, чтобы прикрыть тот же самый прыщик, например, тональная основа понадобится слой в три раза толще, а консилера намного меньше. Поэтому текстуры он тоже будет придавать меньше. Он будет просто перекрывать цвет, а не будет лежать слоем отдельным поверх. И другое, что я для себя поняла, это то, что кистями, когда я пользуюсь кистями, они еще больше раздражают, воспаляют эту зону. И еще больше у меня покраснение, начинаются какие-то там шелушинки. В общем, это тоже не есть хорошо. Поэтому вот я пришла как бы опытом вот к такому методу. Вот, надеюсь, вам видно, что много чего уже ушло. Кое-что осталось. А сейчас поверх я буду использовать вот такой вот пудру Studio Fix от MAC. И уже с кистью, но с кистью очень-очень мягкой. Я ее не буду вот так вот тереть по коже, а я буду просто вот так припудривать наш консилер. Плюс эта пудра, она, это пудровая тоналка считается. Это не закрепляющая пудра, это пудровая тоналка. Поэтому она очень сильно объементирует. Очень хорошее у нее покрытие. И она, во-первых, закрепит очень хорошо консилер, который мы нанесли на прыщи. И не даст ему сдвинуться с места. Поэтому он будет прикрывать прыщи у нас весь день. Никуда не уедет, не скатится. Плюс она еще добавит покрытие, потому что это плотная, очень пигментированная тональная основа в пудровой форме. И сейчас нанесу немножечко бронзера. Опять же, с тех пор, как у меня вот эти вот появились высыпания, я избегаю румян и хайлайтеров. Конечно же, хайлайтеров, потому что они привлекают лишнее внимание, которое мне не нужно. Они привлекают внимание, во-первых, к коже, но во-вторых, они блестят и еще показывают какие-то там неровности, какие-то высыпания в том месте, где блестят. В общем, это ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. А румяна, они за счет своих розоватых, красноватых пигментов, они еще больше выделяют мои какие-то там покраснения-прыщики. Вот этот розовый цвет или красный на коже, потому что они содержат его. И получается, что любое розовое или красное что-то на лице, оно еще больше ставит акцент на ваших каких-то там прыщиках, неровностях. Вот так с лицом мы закончили. Сейчас просто губы и все. К тому же принципу не хочу делать ничего розовое. Буду делать такие нейтральные нюдовые губы. Это у нас карандаш от Флормар в цвете 201. Нанесу его как базу под блеск. Вот так и поверх блеск это Lip Fusion в цвете Angelic. Он такой... Есть в нем совсем немножко розового, но такого не розового, а просто живого оттенка. В основном он очень нюдовый. Вот и все. Наш образ готов. Как вы видите, покраснения какие-то спрятаны. Ничего не выступают, ничего не видно по текстуре, по цвету. Все красиво. И за счет того, что акцент на глазах, а здесь все нейтрально, то визуально как бы вы привлекаете внимание в эту зону, а не вот сюда, где у вас покраснение. Вот и все. Надеюсь, вам было интересно, полезно. До скорых встреч. Пока!